«И не друг, и не враг, как стекло» Шьямалана переосмысляет жанр кинокомикса. 16 января 2019 года, 23-27 Павел Воронков В четверг, 17 января, в российский прокат выходит супергеройский триллер «М». На этаж Шьямалана «Стекло» — завершающая часть трилогии, в которую вошли неуязвимые сплит. В новом фильме персонажи предыдущих частей встречаются, злодеи объединяются, привычные категории «Антагонист» и «Протагонист» оказываются размыты. На момент публикации статьи рейтинг картины на «Rotten Tomatoes» составлял 42%, это крайне неудовлетворительный результат. О том, почему критики неправы в отношении «Стекла», а финал комикс «Вселенной Шьямалана» можно считать идеальным, в материале «АТИ». Осторожно! В тексте содержатся незначительные спойлеры к фильму «Стекло». Филадельфия, вторая половина 2010-х годов. С момента описанных в сплите событий минуло несколько месяцев. Крушение поезда в неуязвимом произошло 15 лет назад. Супергерой Дэвид Данн, Брюс Уиллис, постарел, открыл собственный охранный бизнес, радуется тому, что пресса подобрала ему удачный псевдоним «Надсмотрщик» и регулярно патрулирует улицы, надеясь отыскать Кевина Орду Крамба, Джеймс Маковой. Последний вновь похитил нескольких школьниц, на этот раз уже четырех, чтобы принести их в жертву одной из своих 24 личностей – зверю. Когда герои наконец встречаются, их схватку бесцеремонно прерывает отряд спецназа во главе с психиатром Элли Стейпл – Сара Полсон. Данная и Крамба отвозят в лечебницу для душевнобольных, где уже полтора десятилетия содержится гений-террорист Эрлайджа Прайс, мистер Стекло, Сэмюэл Эль Джексон. Стейпл пытается убедить всех троих в том, что они не сверхлюди, а лишь невероятно одаренные личности с развившейся манией величия. Пожалуй, эта линия, в том виде, в котором ее сформулировал Шьямалан, является единственным достойным упоминанием минусом картины. В определенный момент начинает казаться, будто слова психиатра адресованы не только пациентам, а аудитория вправе начать сомневаться, действительно ли к героям применима приставка «Супер». У зрителя временно возникает тревожное ожидание скорого обмана. На протяжении двух фильмов его деликатно подводили к мысли о существовании людей со сверхспособностями в описываемой вселенной, а в третьей части словно перевернули все с ног на голову. Идея ненадолго ввести зрителя в заблуждение неплоха, однако реализована она не лучшим образом. Доводы стейпл не слишком убедительны, а отведенный им хронометраж слегка затянут. Из-за этого к концу второй-третьей фильма возникает ощущение, что происходящее на экране немного застопоривается. Впрочем, через пару минут это чувство бесследно исчезает, а сюжетные повороты принимаются сыпаться один за другим. Стекло неплохо работает как самостоятельное произведение, однако в первую очередь оно, конечно, венчает комик-стриптих Шьяма Лана, и неуязвимого со сплитом перед походом в кино стоит пересмотреть хотя бы ради усиления эффекта. Вышедший и провалившийся в прокате почти 20 лет назад триллер с Уиллисом и Джексоном оборвался на полусловие и оставил после себя неуютное чувство недосказанности. Так и неясно до конца, задумывал ли постановщик трилогию изначально, за прошедшие годы он дал много противоречивых интервью на этот счет, но в прессе то и дело появлялись слухи о возможном продолжении неуязвимого. В 2016 финальная сцена сплита внезапно связала два фильма, и объединяющий всех героев триквел стал лишь вопросом времени. Учитывая неоднородность карьеры Шьяма Лана, который снимал и отличные, и посредственные картины, в отношении стекла возникали серьезные опасения. Первые две ленты были не лишены огрехов, в особенности неуязвимы, однако в итоге получились работами скорее удачными, хоть и сугубо развлекательными в сухом остатке. Появившийся два года назад сплит выступил в прокате куда лучше предшественника и полюбился критикам, однако страдал от избытка упражнений Мак и Воя в актерском мастерстве, с которыми он, справедливости ради, справился превосходно. В стекле режиссер, осознанно или нет, учел все ошибки, отшлифовал продукт своего труда практически до идеала и филигранно расставил акценты. Мак и Воя здесь одновременно чуть больше и чуть меньше, демонстрируемых персоналей уже 13, а не 5, но сменяют они друг друга со скоростью света. У Уиллиса как исполнителя наиболее скучной роли, минимальное количество, а Джексон все же дождался заслуженного бенефиса своего героя. Словом, лучшего завершения трилогии, скорее всего, и быть не могло. Однако западные обозреватели не взлюбили последнюю картину Шемалана, 42% свежести на и 44 балла из стана. При этом режиссер, похоже, все понимает, но сознательно продолжает гнуть свою линию. Неожиданно стекло оказывается куда более глубоким с философской точки зрения произведением, чем неуязвимый или сплит. Каким-то образом постановщику удалось сказать новое слово там, где все слова, казалось бы, уже сказаны. Не случайно в промокампании картины три главных действующих лица титруются как герой, злодей мистер стекло, привычная система координат протагонист, антагонист здесь скручена в ленту Мебиуса. На момент вступительных титров стекла сомнений в том, кто хороший, а кто плохой, нет. Однако к титрам финальным злодеев в истории уже не остается. Это не тот случай, когда хорошо прописанный антигерой вызывает сочувствие и понимание или оказывается тайным протагонистом. Ближе к завершению ставки несколько раз повышаются, и в обновленных обстоятельствах злодеи вдруг сами оборачиваются достойными восхищением мучениками. В стекле четко прослеживается трепетное отношение Шеймалана к своему детищу. Ему грустно от расставания с Элайджей, Кевином и Дэвидом, однако он осознает необходимость прощания. Режиссер собирает вместе всех. Важную функцию в картине исполняет не только экс-жертва Крамба Кейси Кук, а не Тейлор Джой, но и Мат Прайс вместе с сыном Данна. Их играют те же актеры, что в Неуязвимом, постаревшая Чирлэйн Вударт и подросший Спенсер Трид Кларк. Имеется тут и камея самого Шеймалана. Его обаятельный персонаж бросил продавать наркотики у стадиона, где работал герой Уиллиса в первой части, и нашел себе легальный заработок. Самым сложным, пожалуй, было придумать, как завершится этот долго строившийся рассказ. Шеймалан умудрился и закончить историю жирной точкой, и оставить открытой дверь во вселенную, где она развивалась. А зрителям ничего не остается, кроме как аплодировать идеальному финалу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова